Сегодня мы с вами будем говорить о диагностике и лечении разнообразных вариантов нарушения дыхания во время сна. Задачу передо мной поставили сложную, одновременно почетную. Достаточно редко на таких представительных мероприятиях дают полтора часа времени для того, чтобы рассказать аудитории о тех вопросах, которыми ты занимаешься. Так что хочу поблагодарить организаторов конференции и начать свой доклад. Итак, начнем с, наверное, самой актуальной, самой распространенной проблемы медицины сна и ее подраздела респираторной медицины сна. Это синдром обструктивного апноэ сна. Существует энное количество определений того, что представляет из себя это патологическое состояние, но основная идея заключается в том, что это расстройство, возникающее во время сна, характеризующееся периодической закупоркой, коллапсом верхних дыхательных путей при сохраняющихся дыхательных усилиях, что приводит к нарушению структуры сна, приводит обычно к снижению насыщения крови кислородом, внешне проявляется ночью храпом, днем сонливостью, ну и достаточно широким спектром разнообразных других симптомов. Ну и вот это в качестве иллюстрации, это полисомнограмма, мы видим вот эпизод апноэ, сохраняющиеся дыхательные усилия, незначительное в данном случае снижение насыщения крови кислородом, и вот на энцефалограмме мы видим вот тот эраузал подбуживания микропробуждения, которое и заканчивает этот самый эпизод апноэ. Как же это происходит? Ну всегда проще один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Итак, пациент ложится, засыпает, после того, как он засыпает, тонус верхних дыхательных путей, как и все мышцы тела, он потихоньку снижается. В какой-то момент это приводит к тому, что стенки глотки начинают вибрировать, и в этот момент мы слышим храп, а дальше, когда ситуация прогрессирует, мы видим смыкание стенок рота и горта на глотке, дыхательные усилия сохраняются, но пациент не может вдохнуть. Вот эти вот неэффективные дыхательные попытки в сочетании с гипоксимией, гиперкапнией приводят к мозговой активации, происходит вот это вот маленькое подбуживание, которое человек обычно не помнит, но за эти несколько секунд восстанавливается мышечный тонус, восстанавливается проходимость верхних дыхательных путей. Человек засыпает, мышечный тонус падает, он опять начинает храпеть, потом гипотония мышц усугубляется, и опять происходит закупорка верхних дыхательных путей. И таких событий за ночь может быть 100, 200, 300 штук. Как это выглядит? Вот это реальная пациентка, происходит мониторирование с параллельной видеозаписью. Вот мой любимый размер, причем в данном случае я абсолютно как бы политкорректен. Я люблю как крупных мужчин, так и крупных женщин. И вот апноэ. Ну, можете посоревноваться с этой дамой, задержав дыхание. Вот видите, видно, что она пытается вдохнуть, да, но ничего у нее из этого не получается. И вот она все не дышит. Не дышит. В этот момент обычно аудитория начинает за пациентку беспокоиться и нервничать. Не волнуйтесь, ничего не случится. В этот раз все обойдется. Но она все еще не дышит. Ну, я так подозреваю, что если кто-то попробовал вдохнуть и не дышать, он уже сдался, она продолжает не дышать. Вот это все продолжается один эпизод обструктивного апноэ. Производит впечатление, да? Вот, и вот она вот наконец-то вот подбудилась, схрапнула и задышала. Вот, собственно говоря, и вот теперь представьте, что вот пройдет 15-20 секунд, и подобный эпизод у нее повторится. Итак, всю ночь. К вопросу о эпидемиологии и распространенности, то есть распространенности обструктивного апноэ сна. Мы сейчас с вами не будем обсуждать распространенность обструктивного апноэ сна в популяции в целом. Тем более, что данные обновляются, цифры меняются. Когда я только начинал работать, это было несколько процентов, потом говорили про 4% популяции. По некоторым, скажем так, богато сытым странам сейчас есть статистика, что до 8-9% популяции начинает страдать обструктивным апноэ сна. Но так как здесь медицинская аудитория и в значительной степени практические врачи, вот смотрите, в каком количестве апноэ сна представлено у тех или иных категорий пациентов. Вот, пожалуйста, резистентная терапия – артериальная гипертензия. Две трети пациентов страдают обструктивным апноэ сна. Ожирение – 77%. Хроническая сердечная недостаточность. Причем мы говорим в данном случае не о дыхании, чем с токсом, мы говорим именно об обструктивном апноэ сна. Сахарный диабет второго типа, инсульт, больные с кардиостимуляторами, острый коронарный синдром, фибрилляция, просто гипертония, ишемическая болезнь сердца. От трети до 80% таких пациентов страдают обструктивным апноэ сна. Поэтому, в принципе, вполне правомочна фраза, которую, честно говорю, копирайт не моет, из одного достаточно известного учебника, что если вы практически врач и за день работы ни у одного из своих пациентов не заподозрили наличие обструктивных нарушений дыхания во время сна, то, скорее всего, вы в этот день совершили диагностическую ошибку. Влияние обструктивного апноэ сна на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Вот это результаты, пожалуй, одного из наиболее масштабных и известных и цитируемых исследований, так называемое висконсинское коргортное исследование. Оно продолжается в течение уже более чем 20 лет. И вот мы видим, что обструктивное апноэ радикально повышает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Но хочу обратить ваше внимание на один момент. Для пациентов с индексом апноэ от 5, а это считается границей нормы, до 30-ти, статистически значимая зависимость не получена. А вот у пациентов с индексом апноэ более 30-ти, вероятность инфарктов, инсультов и смерти от сердечно-сосудистой патологии начинает возрастать в геометрической прогрессии. Собственно, это и послужило делению принятому на сегодняшний день пациентов с апноэ на легких, средне-тяжелых и тяжелых. Тяжелая и обструктивная апноэ сна – это индекс апноэ-гипапноэ или количество вот этих аномальных респираторных пауз за час сна более 30 штук. Клинический портрет типичного пациента с апноэ. Это мы уже с вами начинаем говорить про диагностику. Но сразу хочу сказать, что апноэ бывает у самых разных людей, и у полных, и у худых, и у молодых, и у старых. Но все-таки типичный пациент, наиболее типичный пациент с обструктивным апноэ сна – это полный мужчина за 40, который громко храпит по ночам, засыпает днем у телевизора или на каких-то общественных мероприятиях, нередко страдает артериальной гипертонией и сахарным диабетом второго типа. При этом сочетание громкого храпа и дневной сонливости – это своеобразное клиническое ядро данного синдрома. И это в том или ином варианте вы встретите у всех больных с маломальски значимым синдромом обструктивного апноэ сна. Да, конечно же, это не основание для постановки окончательного диагноза, но на таких пациентов вы должны обращать внимание в первую очередь. У меня уже просто на автомате, если я вижу полного пациента, не самый первый, но один из первых вопросов, который я ему задаю, охрапите ли вы по ночам. Кстати, в этом смысле очень хорошо опрашивать не столько самого пациента, но и жен, подруг и соседи по палате, потому что если начать опрашивать окружающих, то количество храпунов возрастает приблизительно вдвое. Сразу хочу сказать, что на сегодняшний день уже доказано, что никакие опросники и анкеты не позволяют поставить достоверного диагноза. Они позволяют только выявлять определенную группу риска. И, в общем, с моей точки зрения, не с научными целями врачу пользоваться какими-то анкетами специальными для выявления групп риска, но это нерационально. Это может использоваться для каких-то простых эпидемиологических исследований, либо как вариант. Вот если ваша работа в значительной степени заточена на выявлении подобных пациентов, прямо на уровне приемного отделения медсестра, в данном случае не врач, медсестра заполняет вместе с пациентом определенный опросник, и уже автоматически известно, что этого пациента должен посмотреть сомнолог, пульмонолог или тот доктор, который занимается подобными проблемами. В данном случае привел одну из недавно разработанных анкет опросников. Ее прелесть заключается в том, что, во-первых, ее можно установить на смартфон, и второе, то, что пациент может недооценивать, скрывать что-то от вас. Но здесь в анкете большая часть информации носит совершенно объективный характер, за исключением вопроса про наличие храпа. Особенно это важно для оценки каких-то рисков в специфических профессиональных группах. Всем известно, машинисты, локомотивов, сотрудники каких-то предприятий, требующих высокий уровень внимания, концентрации и безопасности, авиадиспетчеры, пилоты, они изо всех сил скрывают наличие у них той или иной патологии, потому что для них честный разговор с врачом, к сожалению, зачастую выливается в некий запрет на профессию. Эти пациенты будут всячески скрывать наличие у них тех или иных патологических состояний. Здесь же мы в значительной мере независим от честности ответа на те вопросы, которые мы пациенту задаем. Но еще раз, это не диагностика, это определение групп риска. Теперь про диагностику. Диагностика апноэ сна инструментальна. И в принципе существует несколько типов, классов, приборов, которые могут потенциально использоваться для диагностики нарушений дыхания во время сна. Эта классификация разработана Американской академией медицины сна. Сейчас она вроде бы немножко трансформируется, и американские авторы все чаще используют термин лабораторное тестирование и нелабораторное тестирование. Но мне кажется, что данная чуть более сложная классификация лучше отражает те классы медицинской диагностической аппаратуры, которые присутствуют в том числе и на рынке. Итак, золотой стандарт – это полисомнография стационарная, которая проводится при участии медицинского персонала. Она позволяет объективизировать параметры сна, дыхания, сердечной деятельности, двигательной активности. В последнее время в Европе стал более даже популярным термин не полисомнография, а кардиореспираторная полисомнография. То есть подчеркивается, что мы фиксируем сон и физиологические параметры, характеризующие дыхание и сердечную деятельность. Да, это золотой стандарт, это очень точно, это замечательно, это сложно, это дорого. И если у нас с вами от 5 до 10% популяции, а в наших больницах в среднем порядка 30% пациентов – это больные с синдромом обструктивного апноэ сна, я даже не упоминаю, что существуют другие проблемы сна и водоросли, которые требуют подобных исследований, то чисто физически, нематериально мы не в состоянии сделать полисомнографию всем потенциально нуждающимся в обследовании пациентам. Значит, нужно искать какие-то выходы. Дальше, следующее, портативная полисомнография. Тут все гораздо проще, реже дома, чаще в стационаре. Медсестра вечером пришла, наклеила на пациента датчики, ушла, он ходит с приборчиком размером с современный холтеровский монитор, только характер датчиков другой. И, собственно говоря, то, что вы видели на картинке, не на картинке, а на видео, это был пример домашнего тестирования. Правда, там был кардиореспираторный мониторинг, в котором я поговорю как про третий тип. Итак, кардиореспираторное или респираторное мониторирование. Вот эти термины кардиореспираторное, респираторное – это уже чисто российская придумка. Есть некое очень условное деление, но когда врач говорит, что у него есть кардиореспираторное мониторирование, а не респираторное, и это подчеркивает, в общем, это скорее такой немножко рекламный ход, чтобы показать, что его аппаратура круче, чем у конкурентов или каких-то коллег. Итак, это можно делать как амбулаторно, так и в условиях стационара любого профиля. И мы здесь записываем параметры дыхания и сердечной деятельности. К сожалению, здесь могут быть определенные погрешности, потому как мы не пишем сон. То есть каждый метод хорош, когда его использует человек, который понимает его достоинства и недостатки. Естественно, при наличии каких-то значимых коморбидных состояний точность кардиореспираторного мониторирования может быть понижена. Конечно же, если пациент рассказывает вам грубые инсомнические жалобы, что он не может полночи уснуть, что он ночью просыпается и часами не спит, это не столь важно, так это или это больному кажется. Но вот у такой категории пациентов, конечно же, кардиореспираторное мониторирование не очень подходит, и таким пациентам надо делать полисомнографию. Но в принципе, ведь с чего мы начали? Что наша основная задача, кто умирает? Те, у кого индекс апноэ-гипапноэ более 30. Поэтому, конечно же, прекрасно, если у нас будет возможность появлять 100% апноэ, в том числе и больных с легким течением заболевания. Но если мы с вами пропустим некоторое небольшое число пациентов с легким апноэ и даже каких-то единичных пациентов со средне-тяжелым апноэ, это не катастрофа. Катастрофа, если лечение не получит пациент с тяжелым обструктивным апноэ сна. Ну, практически не встречаю ситуаций, когда кардиореспираторный мониторинг не позволяет определиться с форматом проблемы. Бывает, но в большинстве случаев этого достаточно, и поэтому на сегодняшний день, исходя из каких-то наших, ну, скажем так, ресурсов, экономической составляющей, наверное, для неспециализированных, неэкспертных центров, кардиореспираторный мониторинг – это одно из наиболее оптимальных по соотношению цена-качество-результат методов исследования диагностических методик. Ну и четвертый тип – это одноканальные или двухканальные мониторы. Это воздушный поток, сатурация или они вместе. Я потом отдельно на нескольких слайдах коснусь всех этих методов исследования и еще раз попробую свести воедино их сравнительную характеристику и возможность использования в нашей повседневной практике. Итак, полисомнография. Упп показывал, это просто более цветная и более красивая картинка, дыхательные паузы, сохраняющиеся дыхательные усилия, храп при пробуждении, вот это вот те самые раузалы, активации микропробуждения, называйте как хотите, которые, собственно говоря, и являются защитным механизмом, позволяющим пациенту начать дышать. Ну вот классическая запись у пациента с тяжелой формы обструктивного апноэ сна. А теперь посмотрим, да, закрыли параметры, которые характеризуют сон, и осталось у нас то, что мы называем кардиореспираторным мониторированием. Но что принципиально изменилось? Ну в данном случае принципиально не изменилось ничего. Мы точно так же видим, что это больной с тяжелой формы обструктивного апноэ сна, мы видим эти респираторные паузы, эпизоды десатурации, и можем поставить высоко достоверный диагноз. Ну и вот в данном случае, просто чтобы показать, насколько это зачастую просто, небольшой ролик про то, что такое кардиореспираторный мониторинг. Моих технических способностей не хватило на то, чтобы убрать английский текст и записать свой. Ну вот канадский приборчик, очень компактный, очень симпатичный, очень простой, и именно заточенный в первую очередь, ну по крайней мере, изначально производитель позиционирует его, как прибор, преимущественно для домашнего тестирования. Почему привожу эту картинку, это видео? Потому что сам работаю вот с оборудованием вот этого производителя, оно мне нравится. вот, ну естественно, в силу того, что у меня все гораздо скромнее, чем в Канаде, где этот прибор производится, я эти мониторчики использую для того, чтобы тестировать больных в стационарных условиях. Но чисто теоретически, вот это, собственно говоря, ролик, который сделан для пациентов, такая видеоинструкция, как на себя вечером этот прибор перед сном надевать. Вот мы видим, да, что регистратор, пульсоксиметр, это не просто ремень, который крепит прибор, это датчик дыхательных усилий. В итоге мы получаем дыхательные усилия груди или живота, мы получаем дыхательный поток, и из него вычленяются вибрации, которые характерны для храпа, сатурация, оттуда же частота сердечных сокращений, и плюс есть датчик двигательной активности. Во-первых, мы видим, в каком положении возникают эти эпизоды, и второе, это помогает определиться нам с тем, спал пациент, не спал. Другое дело, что работая с такими пациентами уже более двух десятков лет, я не претендую на качество полисомнографии, но по изменению параметров дыхания, амплитуда дыхания, частота дыхания, частота сердечных сокращений, в принципе с точностью плюс-минус пять минут я промежутки, где пациент спал или не спал, определить обычно могу. Но если вы видите, что пациент много раз менял положение тела или просто находился в вертикальном положении, то вы можете сказать, что да, в этой ситуации пациент не спит. И вот, собственно говоря, опять же, результат, который мы получаем при использовании такого прибора, храп, дыхательные паузы, сохраняющиеся дыхательные усилия, эпизоды десатурации, тахибрадио-вариабельность частоты сердечных сокращений, ну и, естественно, ни у кого не вызывает сомнения, что перед нами пациент с тяжелым синдромом обструктивного апноэсна. Несколько слов про тему, которая является больной для отечественной, и в прямом, в переносном смысле, больной для отечественной сомнологии медицины сна, возможность использования пульсоксиметра для каких-то диагностических тестов при подозрении на нарушение дыхания во время сна. Современные мониторирующие пульсоксиметры очень невелики, они просты в использовании, это действительно уже классика, мы вот можем, вот это пациенту без вариантов можно дать домой, и вот эти вот эпизоды десатурации, вот это вот классическая ситуация, которую мы увидим у пациента с тяжелой формой обструктивного апноэ сна. Значит, группы разделились, есть отечественные сомнологи, которые говорят, что да, вот пульсоксиметрия, ну не то, чтобы наше все, но это то, с чем можно и нужно серьезно работать, другие говорят, что это бесполезная трата времени, сил, и пусть небольших, но денег, и надо делать только кардиореспираторный мониторинг и более сложные исследования, ну, кстати, Американская Академия Медицины Сна тоже говорит, вот что пульсоксиметрии, она достаточно бессмысленна, но давайте все-таки жить в реалистичном мире, и поэтому краткий экскурс в историю респираторной медицины сна. Вот две статьи, конец 80-х годов, западная германская компания выпускает волшебный монитор, который называют МИЗАМ, и который служит для скрининга пациентов с синдромом обструктивного апноэсна, и весьма известные до сих пор и чтимые специалисты подписываются, что это прибор, который обладает очень высокой диагностической ценностью. Тут даже пульсоксиметрии нет, тут храп и частота сердечных сокращений. И результаты сравнивают с полисомнографией и говорят, что да, вот результат почти такой же. Та же самая компания, вот этот прибор я уже застал, я на нем даже немножко поработал, здесь добавляется пульсоксиметрический канал. Опять статья с участием живого классика мировой сомнологии Кристиана Желемино пишут, что очень хорошо все он диагностирует и очень это все полезно для доктора. Вопрос такой, какую популяцию мы возьмем. Если мы возьмем 100 мужчин от 45 до 55 лет со значительным избытком веса и громким храпом, которые рассказывают нам дневную сонливость, то точность пульсоксиметрического мониторирования будет практически такая же, как и у пациента, который прошел полисомнографию. А вот если мы будем обследовать популяцию в целом, то тут, конечно же, точность исследования радикально падает. Но вот сейчас мы немножечко поиграем в ЛАТО я сейчас вам докажу и пользу, и бесполезную пульсоксиметрию. Вот начнем с доказательств того, насколько это хорошо. Вот у нас полисомнография, дыхательные паузы, десатурации, раузалы. Убрали полисомнографическую часть, оставили кардиореспираторный мониторинг. Есть у кого-то сомнения, что это тяжелый синдром структивного апноэсона? Нет. Уберем кардиореспираторную часть, оставим пульсоксиметрию. Что мы увидим? Мы видим эпизоды десатурации. Ну и можно несколько спекулятивно заключить, что, как видите, полисомнография, она дорогая, кардиореспираторный мониторинг дешевле, но тоже дорогой. Давайте вешать на всех пациентов пульсоксиметра и будет нам счастье. Теперь поиграем в другое лото. Болеет чем-нибудь пациент? Вот сатурация, прямая линия абсолютно на хорошем уровне. Здесь цифр нет, но здесь сатурация выше 90%. Да, наверное, не болеет. все-таки что-то не так. Видите уменьшение амплитуды и дыхания, и дыхательных движений, и на назальной конюле? Все-таки что-то есть. Все-таки не все так просто. Ба! Да тут это все заканчивается реакцией, активацией. Раньше бы это назвали одним из вариантов гиппопноя. Сейчас это то самое, что Желемино назвал повышенной сопротивляемостью верхних дыхательных путей, или, как сейчас принято говорить, реакция активации, связанная с дыхательными усилиями. Проходимость дыхательных путей снизилась, дыхательные усилия возросли, это все привело к караузулу, и на сегодняшний день это рассматривается как составная часть синдрома обструктивного апноэсна. И здесь пульсоксиметр абсолютно бесполезен. Две реальные записи тренда пульсоксиметрии за ночь у двух разных больных. О чем мы можем сказать, видя вот эти два результата пульсоксиметрии? Только о том, что у этих больных развивается тяжелая дыхательная недостаточность во время сна. Чем они болеют? А надо видеть пациентов. А теперь давайте так. Громкий храп, сонливость, ожирение у первого пациента. Да, весьма вероятно, это больной с тяжелым синдромом обструктивного апноэсна. Второй пациент. Храпа нет или он умеренный? У него морбидное ожирение или тяжелый скифоскалиоз или какая-то миопатия, миостыния. Что это? Гиповентиляция во время сна. Диагноз предположение. Таким образом, можно сказать так, что все-таки пульсоксиметрии, исходя из наших имеющихся более информативных методов исследования, исходя из ее относительно низкой чувствительности, относительно низкой специфичности, она не может быть рекомендована для рутинной диагностики обструктивного апноэсна. В общем-то, по большому счету, на сегодняшний день, это первичный скрининг в неспециализированных медицинских учреждениях. Но, но, мы опять же о чем с вами договорились? Наша задача, не как высоких ученых, а как практических врачей, не пропустить больных с синдромом обструктивного апноэсна тяжелого течения. Пульсоксиметрия в значительной части случаев позволяет нам грубо разделить пациентов на есть серьезная проблема и нет серьезной проблемы. Поэтому, я бы все-таки, да, доживем мы до тех светлых времен, когда все больницы будут оснащены достаточным числом необходимой медицинской аппаратуры и сможем мы высокоточно выявлять нарушение дыхания во время сна с помощью разнообразных ультрасовременных методов исследования. Но реалии таковы, что ресурсов не хватает не то, что в России. Сейчас признается, что ресурсов не хватает и в странах с гораздо более богатыми системами здравоохранения. Поэтому, я могу сказать так, пульсоксиметрия полезна в том смысле, что когда мы повесили на пациента пульсоксиметр и получили вот такую картинку и положили на стол лечащему врачу такой протокол, ему уже с этим придется что-то делать. Просто отмахнуться от этого результата доктор уже не сможет. И это уже основание говорить пациенту о том, что дорогой, у тебя большие проблемы, давай более детально обследоваться. Но в данном случае давайте специально подчеркиваю, давайте это рассматривать как мнение автора, то есть доказательность, уровень категории С, мнение эксперта. Все-таки при отсутствии других возможностей, при наличии классической клинической картины, если перед вами сидит толстенный дядька, который прямо у вас на глазах начинает засыпать и храпеть просто в процессе сбора анамнеза и жалоб, и где нужно только формально, как говорят для прокурора, подтвердить наличие у него тяжелого сонного апноэ, да, а других возможностей почему-то нет, то в отдельных случаях пульсоксиметрия может служить основанием для подтверждения клинического диагноза, но в этой ситуации точность этого диагноза напрямую зависит от квалификации доктора, который обследует данного больного и оценивает результаты этого пульсоксиметрического мониторирования. Именно поэтому еще раз хочу подчеркнуть, массово рекомендовать пульсоксиметрию как диагностический метод нельзя, потому как доктор с пульсоксиметром начнет говорить, что он сомнолог, начнет обследовать пациентов, не имея реального опыта, начнет делать огромное количество ошибок, а чем заканчиваются врачебные ошибки, мы с вами все хорошо знаем. Соответственно, для экономии ресурсов и охвате максимального количества пациентов, но при этом, чтобы поставить им правильный диагноз, вот я, видите, 93-й год, Германия, это небольшая реинкарнация той стратегии, которая была в западноевропейских странах, ну, скажем так, приблизительно на том уровне развития медицины сна, который есть сейчас в России. Ступенчатая диагностика. Мы определяемся с тем, насколько у пациента могут, клинически определяемся, насколько у пациента могут быть нарушения дыхания во время сна, с одной стороны, а с другой, насколько тот или иной метод исследования может оказаться у него информативен. Исходя из этого, пациенту большинству делается кардиореспираторное мониторирование и его оказывается достаточно, некоторые сразу отправляются на поле сомнографии. Если процент таких пациентов есть, по моим наблюдениям, процентов 15 пациентов, у которых кардиореспираторное мониторирование не позволило окончательно определиться с диагностической концепцией, эти пациенты тоже идут потом на поле сомнографии. исходя из всего сказанного и исходя из существующих международных стандартов и отечественных медицинских реалий, это некие наброски к отечественному проекту рекомендаций стандартов по диагностике обструктивного апноэсна. Наиболее точным методом является полисомнография и с этим никто не спорит. В идеале это сомнологический центр, но и портативная полисомнография для диагностики дыхательных нарушений. Мы не обсуждаем сложную неврологию, мы обсуждаем нарушение дыхания. На мой взгляд портативная полисомнография для диагностики нарушения дыхания во время сна тоже может рассматриваться категория золотого стандарта. Дальше кардиореспираторное мониторирование в стационаре или амбулаторно позволяет выявлять апноэ у пациентов, у которых мы его можем изначально предполагать с достаточно высокой степенью вероятности. Однако даже если пациент не рассказывает вам апноэ сна, но мы получили вот те картинки, которые я вам показывал, вызовет это у кого-то сомнение, что он страдает абструктивным апноэ сна, даже если внешне он на этого апноэ совсем не похож. Нет. Поэтому даже при низкой претестовой вероятности классический результат подтверждает апноэ сна, но следует помнить, что в спорных случаях абструктивное апноэ сна и другие нарушения дыхания во время сна могут не всегда диагностироваться с помощью этой более простой методики. То есть если мы нашли, то это точно, если мы не нашли, то стопроцентной уверенности в правильности результата у нас быть не может. И дальше одно- и двухканальные регистраторы не рекомендуется для рутинной диагностики нарушения дыхания во время сна. Но применительно к отдельным эксклюзивным клиническим ситуациям они могут дать информацию достаточную для постановки достоверного диагноза. И принципиальный момент, хотя это и последний пункт. Практически все, если не все современные диагностические приборы начиная от полисомнографа и заканчивая пульсоксиметром, вроде бы умеют делать подсчет результатов самостоятельно и выдавать итоговый протокол. Вот серьезные сомнологи так никогда не поступают. Эта запись должна обязательно быть просмотрена специалистом и проанализирована специалистом вручную. Только в этом случае можно говорить о том, что данное медицинское заключение имеет серьезный диагностический вес. Три кита современной терапии опно. Остановлюсь я в основном на одном, но просто упомянем. Итак, хирургия. Механическое расширение просвета дыхательных путей. Вот был провисшее мягкое небо, огромная уволя, маленький просвет глотки, вот все вырезали, отверстие стало большое. Легкий храп, легкие формы опноя, может быть средне тяжелые. Проблема для всего мира, потому как постоянно выходят и за рубежом статьи о том, что не надо оперировать тяжелых опноиков, это бесполезно, а зачастую вредно. лор врачи любят на этом деле зарабатывать не только в нашей стране. И если вы где-нибудь в Яндексе или Гугле вобьете лечение храпа за один сеанс, то вы получите достаточно большое число предложений, позвонив туда, вы услышите, что приезжайте прямо завтра, все сделаем, гарантия 90%. Только почему-то слишком много пациентов умещаются в оставшиеся 10. беседа конечно же абсолютно абсурдная, представьте себе звонок по телефону, доктор здравствуйте, у меня что-то в животе болит справа, а, ну это у вас холецистит наверняка, приезжайте завтра, мы вас быстренько прооперируем, вечером будете дома, все будет хорошо. Но никто же такую ситуацию представить не может, правильно? Почему-то слор хирургии храпа, вот ситуация такая признается возможным. Обязательно предварительное обследование, обязательно отбор пациентов не буду останавливаться детально, но лорд-доктора владеют определенными техническими методиками, позволяющими определять уровень, характер обструкции, и только если после всего этого решено, что пациент подлежит операции, это может дать достаточно неплохой результат. Если же оперировать всех храпунов подряд, то все будет печально. Другая методика, которая очень популярна сейчас за рубежом, но в силу просто менталитета отечественных пациентов, пока что в России идет достаточно со скрипом. Это ротовые аппликаторы или протрузионные шины, вот такое устройство, которое делается индивидуально, подчеркиваю, заготовки, продающиеся через интернет, это все гораздо хуже и гораздо менее эффективно. Конкретно под пациента, под его зубы делается вот такое устройство, оно выдвигает вперед нижнюю челюсть, особенно это хорошо для пациентов с ретро-гнатией. Вот если просвет дыхательных путей сужен из-за того, что нижняя челюсть маленькая и сдвинута назад, то ее выдвижение вперед может дать весьма хороший результат. Но еще раз хочу подчеркнуть, квалифицированный стоматолог, знающий методику. Покупка через интернет устройства, которое разогревается в кипятке, а потом прикусывается зубами. Что я вам хочу сказать. Никто же не придет в магазин оптику и скажет, дайте мне очки от не очень сильной близорукости в той оправе она мне нравится. Все пойдут к окулисту, определят остроту зрения, получат рецепт на эти очки и после этого пойдут их изготавливать или покупать. Вот здесь аналогия полная. Я практически не встречал пациентов, у которых уже готовые ротовые аппликаторы давали какой-то внятный клинический результат. Но так в принципе методика считается весьма хороша для легких и даже средне-тяжелых форм апноэ сна. Более того, есть работы, которые показывают, что при непереносимости СИПАП-терапии использование ротового аппликатора это может быть резервный метод, потому как лучше лечиться недостаточно, чем не лечиться вообще. Положим, если это тяжелый апноэ с индексом 50, то такая шина может снизить этот индекс не до нормы, но вдвое, а индекс 20-25 и индекс 50 это все-таки разница. Но еще раз, резерв. А так, пожалуйста, легкие, средне-тяжелые формы апноэ сна. Сейчас это доступно и сейчас это доступно уже по несумасшедшим деньгам. Ну и последнее, это разнообразные варианты неинвазивной вентиляции легких, последние по списку, но первые по своей значимости, и это основная терапия среднего, тяжелого и особенно тяжелого абструктивного апноэ сна. Ну вот, собственно говоря, опять же, иллюстрация, как это все происходит. Поступающий мы одеваем на лицо пациента маску, она носовая или ротоносовая, какую выбрать мы поговорим чуть дальше, и поступающий под давлением воздух создает воздушную распорку в верхних дыхательных путях, дыхательные пути не вибрируют и не спадаются, внешне нет храпа, по сути нормализуется дыхание во время сна. Метод очень эффективен и очень безопасен, и уникальность его заключается в том, для медицины, что, наверное, мало кто может предложить методику, которая радикально решает зачастую жизнеугрожающую проблему, и при этом вопрос ставится не поможет, не поможет, а захочет пациент пользоваться прибором или не захочет. Захочет, все будет хорошо, не захочет, все будет не очень хорошо. Значит, так, СИПАП-терапия и авто-СИПАП-терапия. На сегодняшний день существует весьма распространено новое поколение приборов, которые сами подбирают то давление воздуха, которое нужно пациенту в каждый конкретный момент времени. на сегодняшний день эта технология дошла до того уровня, когда, в принципе, откровенно плохих авто-СИПАП-ов на рынке нет, есть хорошие и очень хорошие. Но является ли авто-СИПАП-терапия золотым стандартом? Нет, и более, многие пациенты до сих пор продолжают пользоваться неавтоматическими приборами, и, в общем-то, в принципе, есть ситуации, когда неавтоматические приборы предпочтительны. Итак, значительная часть современных автоматических СИПАП-ов не уступает традиционным приборам. Более того, у отдельных категорий пациентов они могут оказаться более универсальными и эффективными. Когда? Ну, самая, пожалуй, актуальная, к сожалению, для России ситуация, когда ваш пациент разика три в неделю перед сном снимает накопившийся за день стресс. Вот 200, 250, 300 граммов крепкого алкоголя и давление воздуха, которое требуется этому пациенту в эту ночь возрастает на 15-20-30%. Дальше пациент, у которого иногда положим в положении на спине в ремсне, ему требуется давление 14-15 сантиметров водного столба. А вообще-то среднее давление за ночь 9. Значит, нам надо, дышать с давлением 15-15 довольно сложно. Что делать? Либо мы недолечиваем этого пациента, ставя ему более низкий уровень лечебного давления воздуха, либо мы его перелечиваем, ставя по максимуму вот эти самые 14-15 сантиметров. И он ему говорит, доктор, я спать с ним не могу, мне трудно. А реально ему эти 15 сантиметров нужны 15% времени его сна. Вот тоже у таких пациентов автосипап это зачастую оптимальное решение подобных проблем. Что еще? Мы можем дать автосипап для подбора давления, которое у пациента потом будет установлено на неавтоматическом приборе, а не сидеть над ним всю ночь и вращать ручки собственными руками. Автосипап следует с осторожностью использовать у пациентов с сочетанной патологией. Если у пациента морбидное ожирение, если у него гиповентиляция, если у него тяжелая хоббл, вот у таких пациентов автосипап в ряде случаев не срабатывает. И у таких пациентов аппараты, поддерживающие стабильный постоянный уровень лечебного давления воздуха, во многих случаях оказываются предпочтительными. И есть ряд работ, это не стопроцентная доказательная база, но есть ряд исследований, которые показывают, что для ряда пациентов используют то, что я уже упоминал, вопрос комфорта. Для некоторых пациентов автосипап может быть более комфортным, а комфорт сипапа это большая приверженность к терапии, и мы уже договорились, наша задача, чтобы пациент пользовался прибором, если ему некомфортно, он не будет. Поэтому зачастую это бывает не борьба за эффективность лечения, а борьба за ее комфортность, чтобы пациент нормально спал и нормально пользовался прибором. Какие есть маски? Ну вообще есть три типа масок носовая, рота носовая и носовые конюли. Носовые конюли я не очень люблю из-за определенного дефицита времени, с вашего позволения вообще про них здесь разговаривать не буду. А так в принципе маски носовые и рот носовые. Здесь наверное просто ничего комментировать не буду, просто посмотрите, это достаточно хорошо иллюстрирует то какие есть современные маски закрывающие только нос и нос и рот. иллюстрирует Ну, конечно, в процессе одевания масок лица моих пациентов таким счастьем обычно не светятся, потому что бог нас все-таки не создал с маской, приклеенной к носу. Субтитры подогнал «Симон» Итак, носовые и ротоносовые маски. Что выбрать? Ну, в принципе, исходя из своего практического опыта, я это предполагал и раньше, потому что я это просто видел живьем. Но вот за последние годы вышло ряд исследований, которые показывают явные преимущества носовых масок. Если эта масочка только на носу, это не просто более миниатюрно и более комфортно. Это обеспечивает более естественное физиологическое дыхание. Что мы получаем, если мы одеваем на пациента ротоносовую маску? Мы получаем более высокое лечебное давление и более высокий остаточный индекс опноя. Откуда это берется? Дело в том, что когда мы фиксируем у пациента на лице носовую маску, то основной вектор силы, который используется для герметизации, приходится на верхнюю челюсть, она жестко фиксирована в скелете лица. Если мы одеваем на пациента ротоносовую маску, вот это монтаж, а герметизирующие ремешки, они вот эти нижние. И, соответственно, мы давим на нижнюю челюсть. А я уже вскользь упоминал, что ретрогнотия – это один из значимых механизмов возникновения обструкции глотки. Вот подавляющее большинство худых опноиков с тяжелой формой заболевания – это пациенты с микро- и ретрогнотией нижней челюсти. А тут мы эту маску затянули и эту нижнюю челюсть двинули назад еще больше. И зачастую бывает, одеваешь на пациента ротоносовую маску, повышаешь давление – он храпит, повышаешь – он храпит, повышаешь – еще больше – он храпит. Возвращаешь ему обратно носовую маску – все, храп проходит, апноэ нет, и удается даже снизить величину давления воздуха. Значит, соответственно, кому мы даем ротоносовую маску? Это пациенты, у которых совсем не дышит нос. Это пациенты, у которых очень большая утечка через рот. Вот что-то не делай, а он во сне открывает рот, и через этот рот могучим потоком течет воздух. Алгоритм лечения сбивается, эффекта никакого, приходится все-таки давать ротоносовую маску. Хотя таких пациентов на самом деле достаточно мало. И это пациенты, которым требуются очень высокие цифры воздушного давления, и дышать с таким давлением только через нос, но чисто физически пациенту сложно, и для них субъективно более комфортными иногда оказываются ротоносовые маски. Но еще раз хочу сказать, что если вы не будете идти на поводу у стереотипов и на поводу у пожеланий ваших пациентов, их надо учитывать, но им не всегда надо следовать, то из моего опыта из 10 пациентов, получающих СЕПАП-терапию, в конечном счете при правильном к ним подходе и правильном подборе типа маски, мы с вами получим, что из 10 пациентов 7-8 человек будут лечиться маской носовой, и только один-двое ротоносовой. Повышение комфортности, а соответственно и приемлемости СЕПАП-терапии для пациентов. Учитывая существующую доказательную базу, на первом месте стоит подогреваемый увлажнитель. Вот если вы видите, СЕПАП это вот, а вот второй блок это контейнер для воды, который работает, если упрощенно, как простая кофеварка, где через фильтр поступает кофе, и потом снизу подогреваемое донышко, чтобы этот кофе остался горячий. Вот этот подогрев пациент может регулировать сам, и в зависимости от времени года, его самочувствие, состояние может менять степень увлажнения. Это такой как бы мини-климат-контроль в приборе. Вот доказано, что у значительной части пациентов использование подогреваемых увлажнителей значительно улучшает комфортность и, соответственно, приемлемость для них лечения. Второе – это то, что я уже упоминал. Использование авторежима. Вот видите, максимальная точка, максимальный подъем давления, который потребовался этому пациенту – 15,8, почти 16 см водного столба. При этом среднее давление ночью было 10, а 95% персентиль – это то, что позволяет устранить 95% обструктивных событий. 12,5. То есть не надо ему больше, по большому счету, 10-12 см большую часть ночи. А мы перфекционисты и хотим вылечить все. Что, ставить 16? Он вам на третий день позвонит и скажет, доктор, я с этой гадостью спать не могу. Вот, пожалуйста, одно из возможных решений. И еще одна опция, которая сейчас присутствует в подавляющем большинстве современных приборов – это опция сброса, снижения давления на выдохе. Обычно это от 2 до 4 см водного столба в зависимости от модели прибора. Иногда это все в некоторых виртуальных попугаях, в каких-то единицах. Мне не очень понятно, почему многие компании скрывают, на самом деле, сколько это в миллибарах, в сантиметрах водного столба. Но реально от 2 до 4, чаще 3-4. Дело в том, что давление воздуха, которое нужно для поддержания дыхательных путей открытыми, на вдохе и выдохе отличается. На вдохе оно должно быть больше, на выдохе оно может быть меньше. И поэтому мы можем позволить на выдохе давление немножко снизить. И особенно если пациенту требуется достаточно высокое давление для лечения, подобная опция позволяет существенно улучшить комфортность. Особенно в процессе засыпания. Пациент только погрузился в сон, это еще не глубокий сон, такой тревожный, из которого пациент может легко вынырнуть. И если прибор начинает работать достаточно жестко, то это может пациента подбуживать. Обычно, когда пациент уже глубоко уснул, это уже не столь принципиально. Кстати, именно с учетом этого, в ряде моделей можно вот эту функцию сброса давления на выдохе поставить не на всю ночь, а только на время засыпания, положим, 30-40 минут. Кардиопротективные эффекты СИПАП-терапии. Пациенты с тяжелым опноя живут не только плохо, но и коротко. Если мы лечим этих пациентов, то они живут хорошо и гораздо дольше. Вот еще одно часто цитируемое исследование. С одной стороны, опять же, оно подтверждает, что тяжелое опноя повышает сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Вот эти красные графики – это впервые возникшие инфаркты, инсульты. Это ситуация, когда пациент выжил. Это ситуация, когда эти инфаркты, инсульты, впервые возникнув, оказались для пациента последними и привели к смерти. Но, опять же, это вот индекс опноя гипопноя более 30. Но эта картинка нам интересна не этим. Она нам интересна тем, что вот здесь, вот в переплетении этих цветных линий, иллюстрирующих влияние на сердечно-сосудистую патологию легкого и среднетяжелого опноя, здесь же пациенты, получающие СИПАП-терапию. Вот пока он был тяжелым опноиком, судьба его была вот такая. Но он надел маску, нажал кнопку или даже не нажал, многие приборы сами включаются, такие неумные, и все. И в тот же час риски сердечно-сосудистые снизились до средних по популяции. То есть опноя – это не приговор. Вот если пациент курил 20 лет, и у него хобл, он бросит курить, а хобл останется. Если тяжелый опноик надел маску и подключился к аппарату СИПАП, в тот же день он перестал быть тяжелым опноиком, остаются другие факторы риска. Возраст, вес, пол и так далее. Но такой фактор риска, как опноя, полностью с этого момента устраняется. У всех ли? Все-таки с одной стороны СИПАП… Меня пациенты каждый раз спрашивают, доктор, а извините, это что теперь, вот постоянно и навсегда? Говорю, давайте договоримся. Регулярно и надолго. Что значит регулярно? Опять же, в результате довольно большого числа исследований показано, что некое минимально необходимое лечение это более 4 часов за ночь. Некоторые еще говорят так, более 4 часов за ночь, более 5 дней в неделю. 5 и более дней. То есть, если пациент на одну ночь уехал к другу на дачу на шашлыки и не взял с собой СИПАП, с ним ничего за это не будет. Если пациент под утро проснулся с ощущением, что лицо от маски устало, и снял ее на 2 часа, ничего ему за это не будет. Если он поспал всего 2 часа за ночь, смысл процедуры утрачивается. То есть, и так, использование СИПАПа более 4 часов за ночь. И вот специально вставил этот слайд, потому что недавно прошла одна телепередача, чтобы вас, вернее, думал, вставлять его или нет, чтобы вас не путать, но вот совсем недавно прошла очередная популярная телепередача на одном из центральных каналов, где некий достаточно известный, ну, скажем так, врач, ведущий подобные передачи, рассказывал про апноэ сна и СИПАП терапию, рассказывал, что вот от апноэ живется плохо, что лечится это СИПАПом, что возникают разнообразные сердечно-сосудистые осложнения, а в конце взял и сказал, что знаете, вот СИПАП это хорошо, и чувствует вы себя, будете лучше, но от инфаркта все равно помрете. Вот как бы современные исследования показали, что не уменьшает СИПАП терапия риск сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. И начались звонки, центральный канал, авторитет, «Доктор, что, все зря? Вы же мне говорили, что все будет хорошо, а оказывается, все будет плохо». Значит, я приблизительно догадываюсь, про какое исследование говорил уважаемый доктор. Скорее всего, он имел в виду исследование СИПАП, оно было опубликовано в сентябре 2016 года, и действительно оно наделало, особенно среди кардиологов, очень много шума. Исследование показало, что действительно, что пользуясь СИПАПом, что не пользуясь СИПАПом, риск сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности остается точно такой же. И звучит это очень печально, если не разобраться с дизайном самого исследования и получившимися результатами. Очень коротко. Что сделали? Взяли больных со средне-тяжелым и тяжелым апноэм. А мы с вами помним, что умирают тяжелые апноэки. Для средне-тяжелых апноэков доказательной базы нет. Дальше. Из этих больных исключили тех, у кого была очень выраженная сонливость или тяжелая гипоксимия во время сна. Я могу понять авторов исследования, они сочли неэтичным и некорректным лишать таких людей лечения. Ведь такие пациенты должны были оказаться тогда и в группе сравнения тоже. А брать очень тяжелого апноэка, не давать ему СИПАП и смотреть, чего из этого получится, ну, в общем, это, наверное, неэтично со всех точек зрения. В итоге средний индекс апноэки по апноэвы в исследовании составил 29. То есть это больные со средне-тяжелым и весьма умеренно тяжелым апноэ. Дальше. Так как это были не тяжелые больные, у которых не было сонливости и чувствовали себя в итоге сравнительно неплохо, спать с СИПАПом было глубоко отвратительно. Поэтому среднее время использования СИПАПа у этих пациентов в исследовании составило чуть более трех часов. А мы с вами опять же договорились, что для того, чтобы кардиопротективные эффекты реализовались, нужно спать более четырех часов за ночь. Ну и, соответственно, можно было, не знаю, я бы мог заранее предсказать, что получится именно то, что у них получилось. Естественно, если риски изначально были, я имею в виду риски, связанные с апноэ, если эти риски, и знать, чтобы, как говорил Кот Матроскин, чтобы продать что-то ненужное, надо вначале купить что-то ненужное. Если рисков, связанных с апноэ у этого пациента нет, то они и не могут уменьшиться на СИПАП-терапии. Чему учит нас это исследование? Оно нас учит только одному. Не надо давать СИПАП всем пациентам с апноэ. Да, чисто теоретически СИПАП рекомендован для лечения средне-тяжелого и тяжелого апноэ сна, а также некоторых отдельных случаев легкого апноэ сна у отдельных пациентов в случае некой необходимости. Не будем сейчас обсуждать, какая необходимость может возникнуть. Но в том же году, кстати, еще даже до публикации этих исследований, в Европейском респираторном журнале вышла дискуссионная статья, авторы которой приходили к заключению, что средне-тяжелое апноэ, не сопровождающаяся симптоматикой и явными какими-то последствиями, осложнениями, возможно, вообще не надо рассматривать, как серьезное заболевание, требующее лечения. За такими пациентами просто следует наблюдать. Вот, собственно, Сейв это подтвердил. Тяжелые апноэки, их лечить надо. Со всеми остальными решаем вопрос в индивидуальном порядке. Я не сказал не лечить, я сказал решаем в индивидуальном порядке. Ну, СИПАП-терапия, неинвазивная вентиляция легких, ну, звучит так это вот серьезно. Теперь я хочу, ну, я не пытаюсь принизить формат действа, но вот вам иллюстрация того, что, в общем, все несложно и все не страшно. Вот, пациентка сама одела масочку, легла в кровать, зачем-то нажала кнопку, хотя, в принципе, в этой модели прибора можно установить автостарт, когда прибор сам видит, вернее, чувствует дыхание пациента. Вот, утром можно поиграть с мужем в слоников. Вот, после чего эта масочка снимается, и пациентка, наконец, выспавшаяся и жизнерадостная начинает свою полноценную жизнь. Но мы с вами говорили о том, что, как бы, СИПАП, авто СИПАП требует определенного контроля. Конечно, мы можем верить аппарату на слово, а практически любой прибор сейчас нажимаешь утром на некую комбинацию клавиш, и он тебе выдает резюме за какой-то отрезок времени, чаще всего за последнюю ночь. Сколько времени лечился, какое давление воздуха было, какой остаточный индекс апноэ. Вот, ну, действительно, врут они все реже и реже, но все-таки они иногда врут. Поэтому, если мы хотим с вами реально проконтролировать эффективность СИПАП-терапии, а простейший способ подбора СИПАП – это дать пациенту на несколько дней в аренду авто СИПАП домой. Но просто дать и успокоиться не совсем правильно. В большинстве случаев все сработает хорошо, но большинство – это не 100%. Вот, опять же, современные приборы СИПАП, они работают как некий кардиореспираторный монитор. Они запоминают все, что происходило. Как пациент дышал, был ли храп, были ли остановки дыхания, как прибор сам работал в ответ на эти остановки дыхания. А еще практически к любому современному прибору можно присоединить специальную пульсоксиметрическую приставку. И, собственно, вот, пожалуйста, мы получаем то же самое кардиореспираторное мониторирование, только еще видим кривую давления воздуха. И надо не просто посмотреть на цифры в протоколе, а надо развернуть эту запись и посмотреть ее глазками. Потому что не всегда ваше мнение при визуальной оценке может совпасть с мнением прибора. Вот если вы… здесь просто вся ночь, а вы можете растянуть это 5, 10, 20 минут, как хотите. И если вы видите, да, действительно, апноя, гипопноя не было, сатурация была нормальная, все, лечение эффективно, этот прибор в этом режиме пациенту может быть рекомендованным. Ну и такой чисто риторический слайд и риторический вопрос. Существует ли на сегодняшний день адекватная альтернатива СИПАП-терапии при синдроме обструктивного апноя сна тяжелого течения? Да, существует. До 1981 года, когда австралийский доктор Салливан придумал лечить апноя СИПАПом, тяжелых апнояков лечили с помощью трахеостомии. Создавался байпас в обход закупорки верхних дыхательных путей стопроцентная эффективность. Стопроцентная. Но вот или вот, что выберете вы или ваш пациент? Так, есть, да? Вот. Соответственно, я не буду сейчас подробно обсуждать этот алгоритм, тем более, что эти алгоритмы есть и в сборнике тезисов. И насколько я узнал, у организаторов конференции планируется это все поместить в свободный доступ на определенных образовательных порталах. Опять же, я не возражаю, если вы сейчас будете… Я не настолько держусь за свою интеллектуальную собственность против фотографирования, я не возражаю. Но главное понимать, что на сегодняшний день основная наша целевая аудитория среди пациентов это тяжелые апноэки, а лечить их в первую очередь надо с помощью неинвазивной вентиляции. Все остальное это либо недостаточно эффективно, либо имеет отношение к синдрому обструктивного апноэ сна легкого течения или средней тяжести. Соответственно, про стандарты лечения апноэ. Тоже сугубо наброски. В обязательном лечении нуждаются только пациенты с тяжелой формой апноэ сна. В остальных случаях вопрос о необходимости в формате терапии решается индивидуально. Основной метод – это СИПАП. Эффективной терапией считается использование СИПАПа более 4 часов за ночь, 5 и более дней в неделю. Значительная часть современных автосИПАПов не уступает традиционным неавтоматическим приборам. Для некоторых пациентов это даже предпочтительное лечение, но оно требует более тщательного контроля. У пациентов с коморбидными состояниями, особенно если есть другая причина хронической дыхательной недостаточности, автосИПАП часто не подходит. И предпочтительны неавтоматические модели. То, что я уже сказал, при подборе автосИПАП терапии все равно требуется какой-то хотя бы простейший инструментальный контроль. Кто-то скажет, у меня есть СИПАП, у меня нет приставки ее купить, сложно, дорого, не выделяют денег. Пожалуйста, давайте сделаем так, повесим на этого. Кстати, еще одно из окошек для возможного применения пульсоксиметрических мониторов портативных. Вот дать пациенту автосИПАП и повесить на него вот такой вот мониторирующий пульсоксиметр. В общем-то, принципиальной разницы я здесь не вижу. И использование увлажнителя, снижение давления на выдохе и автоматических режимов могут повышать комфортность лечения и тем самым увеличивать приемлемость этой терапии для наших пациентов. Если про обструктивное апноэ здесь слышали, наверное, все, то про такой термин, как комплексное апноэ, возможно, некоторые узнают сегодня только от меня. Если нет, то я рад за уровень аудитории. Опять же, встречал это и раньше, а то, что это, знаете, как у Мольера, когда главный герой внезапно узнал, что всю жизнь говорил прозой. Я видел эти вещи и раньше, но вот в качестве самостоятельного синдрома, это было описано в 2005 году, комплексное апноэ сна – это такая специфическая ситуация, когда на фоне эффективной СИПАП или БИПАП терапии обструктивного апноэ сна одновременно с уходом обструкции мы видим появление центральных апноэ сна и вплоть до иногда по типу дыхания чейна с токсом. Вот видите, исходно был тяжелый апноэ, далее ему СИПАП, и вот то, что я говорил, да, сам прибор играет роль респираторного монитора. Вот видите, появилось совершенно чудненькое дыхание чейна с токсом. Вероятные механизмы, подчеркиваю, вероятные, на самом деле толком никто не знает. Более того, вот мое личное мнение, что эти механизмы у разных пациентов могут отличаться, потому что мне представляется, что существуют разные фенотипы пациентов с комплексным апноэ сна. Но, наверное, наиболее реалистично выглядит концепция, что при возрастании легочной вентиляции на фоне СИПАП или особенно БИПАП терапии падает парциальное давление углекислоты в определенный момент, а чувствительность к углекислому газу у всех людей индивидуальна, то есть она всегда присутствует. В принципе, гипервентиляции можно добиться апноэ сна у практически любого человека. Это, собственно, одна из основных составляющих горной болезни. Когда у человека возникают центральные апноэ во время сна, кислорода мало, он гипервентилирует, СО2 вымывается, возникают дыхательные паузы. Вот мы снижаем насыщение крови углекислым газом, в какой-то момент ПЦО2 опускается ниже пороговых значений и возникает эпизод центрального апноэ. Как это потенциально можно лечить? Не только касательно комплексного апноэ, но просто маленькая ремарка про еще два метода лечения. Про СИПАП мы с вами уже поговорили. Есть еще два класса приборов, которые могут использоваться для лечения нарушений дыхания во время сна. Это БИПАП-аппараты и серовентиляторы. БИПАП – это прибор, который дает не один, а два уровня положительного давления. Давление вдоха, давление выдоха. Вы спросите, а чем отличается этот БИПАП от того СИПАПа со снижением давления на выдохе, про который я вам уже упоминал? А, собственно говоря, тем, что если при СИПАП-терапии это служит для комфорта и давление не может снизиться более чем на 3-4 см водного столба, здесь мы можем выставить разницу практически любую. И если СИПАП на сегодняшний день считается неинвазивной вентиляцией, но не считается методом респираторной поддержки, БИПАП – это респираторная поддержка. Вот мы устанавливаем давление выдоха приблизительно на уровне СИПАПа. Почему? Потому как дыхательные пути для того, чтобы были раскрыты, напоминаю, все-таки какое-то давление воздуха на выдохе все равно должно присутствовать. А дальше начинаем повышать давление вдоха. И вот эта разница между давлением вдоха и давлением выдоха и есть та самая величина респираторной поддержки. И плюс есть С и Т режимы. С – это самостоятельное, Т – таймированное, это такой как бы дыхательный пейсмейкер. Если у пациента сам не… Мы устанавливаем минимальную частоту дыхания, если пациент по какой-то причине сам не сделал вдох, этот вдох навязывается ему аппаратом. Серв-вентилятор – более хитрая штука. Это такая комбинация из авто-СИПАПа и авто-БИПАПа. Если совсем просто, это аппарат, который работает в противофазе с дыханием пациента. То есть чем больше дышит пациент, тем меньше работает аппарат. Чем меньше дышит пациент, тем аппарат работает больше. То есть когда начинается уменьшение дыхательной активности, прибор начинает работать в режиме БИПАПа, С, поддавая дополнительные импульсы, чтобы пациент делал полноценный вдох. Если дыхание вообще останавливается, он переходит в Т режим и навязывает пациенту собственный ритм. А если после того, как дыхание возобновилось, возникает гипервентиляция, то есть необходимость в респираторной поддержке в этот момент отпадает, то прибор переходит в режим СИПАПа, что позволяет стабилизировать дыхание во время этой гипервентиляции. Внешне это практически тот же самый дизайн. Более того, и железная часть там тоже практически та же самая. Отличия реализуются в основном на уровне программного обеспечения для этих приборов. И с учетом того, что здесь требуются обычно более высокие величины давления воздуха, вот когда мы занимаемся респираторной поддержкой, вот тут зачастую преимущество за ротоносовыми масками. Как мы лечим центральное опноэ сна? Не комплексное, а центральное в целом. На сегодняшний день рассматриваются варианты СИПАП, адаптивный серовентилятор, кислород, БИПАП и медикаментозная стимуляция дыхания. На сегодняшний день ситуация такова. На уровне гайдлайнов признается, что нет достаточной доказательной базы, чтобы сформулировать обоснованные рекомендации по лечебным подходам к комплексному опноэ сна. На практике врачи в итоге используют подходы к лечению других форм центрального опноэ сна, что с точки зрения вашего покорного услуги выглядит не совсем корректным, потому что это все-таки самостоятельный тип нарушения дыхания, и подходы к нему нужны свои. Этот слайд просто формально иллюстрирует, что сравнивали, что лучше СИПАП, БИПАП или адаптивный серовентилятор, но и в силу умности этой машинки вполне логично доказали, что адаптивная серовентиляция более эффективна и более комфортна для пациентов с комплексным опноэ сном. И вот тут все обрадовались, все стало хорошо, все зааплодировали, и тут подоспело исследование СЕРФ-АШФ. Делалось оно, конечно же, не под комплексное опноэ сна, это было большое исследование, которое ставило задачи доказать, что адаптивная серовентиляция улучшает выживаемость пациентов с хронической сердечной недостаточностью и развившимся на ее фоне дыханием Чейна-Стокса. Все ждали позитивного результата, потому что до этого была масса не очень больших работ, но этих работ было много, фракция выброса улучшается, качество жизни повышается, самочувствие улучшается, все просто замечательно. И тут, как разорвавшаяся бомба, серовентилятор повышает смертность у больных с сердечной недостаточностью и дыханием Чейна-Стокса. В итоге невозможность использования серовентилятора у больных для лечения дыхания Чейна-Стокса при систолической сердечной недостаточности включена в современные рекомендации как стандарт против. Должен вам сказать, что по моим наблюдениям, вот я уже упоминал про фенотипы, комплексное апноэ сна у больного с тяжелым обструктивным апноэ и хронической сердечной недостаточностью – это один из распространенных фенотипов. А у таких больных мы теперь серовентилятор использовать не можем. Прежде чем я буду говорить о лечении, несколько моих собственных клинических наблюдений. Вот наблюдение первое. Пациент с гипертонией, с апноэ, начинаем лечить, получаем комплексное апноэ сна. Говорим пациенту, слушай, а давай мы тебе СИПАП на что-нибудь другое поменяем. Он говорит, доктор, вы знаете, то, что вы мне хотите предложить, у меня столько денег нет. Я не могу купить БИПАП, он очень дорогой для меня. И вообще я так прекрасно себя чувствую. Я хорошо сплю, я теперь высыпаюсь, у меня нет сонливости. Давайте я и буду дальше СИПАП пользоваться. Пользуется. Через 8 недель индекс центральных апноэ такой же маленький, как и индекс обструктивных. Все нормально, само прошло. Второй вариант. Еще более показательный и демонстративный. Больной с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Госпитализировали, полечили. Убедились в недостаточной эффективности антиаритмической терапии. Доктор обратил внимание, что пациент, вернее так, вначале доктор обратил лечащее внимание на то, что сохраняются именно ночные нарушения ритма. Потом он свел все воедино. Это толстый, храпящий пациент. Привел его ко мне, пообследовали, подобрали, нашли тяжелое апноэ, дали СИПАП. Получили комплексное апноэ сна. Тот же самый разговор. Доктор, я себя прекрасно чувствую, я высыпаю, меня это устраивает. Покупать дорогущий БИПАП у меня нет возможности. Что получили? Реально я этого пациента знаю уже лет 5. Это не с 2016 года, а реально я этого пациента знаю лет 5. Он продолжает пользоваться СИПАПом. Он прекрасно себя чувствует. У него сохраняются центральные апноэ сна, у него не рецидивируют нарушения ритма. То есть вопрос о том, собственно говоря, а надо ли идти на какие-то материальные и прочие жертвы и лечить этого пациента, когда у него и так все хорошо. Таким образом, касательно комплексного апноэ сна данной литературы и вывода на основании моего практического опыта. Итак, без сомнения, это патологическое состояние. Без сомнения, это один из вариантов центрального апноэ сна. Эпидемиология очень противоречива. Опять же, видимо, это зависит от того, какую популяцию брали для обследования. Но факт заключается в том, что у подавляющего большинства пациентов это комплексное апноэ проходит самостоятельно спустя 1-2 месяца регулярной СИПАП-терапии. Лишь небольшое число пациентов нуждается потом в смене терапевтической тактики. Чаще развивается у мужчин старшего возраста, у больных с тяжелым апноэ при исходном наличии значимого числа центральных апноэ и особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Причем, по моим наблюдениям, особенно у больных с хронической сердечной недостаточностью. Вот получаю толстяка с постинфарктным кардиосклерозом и хронической сердечной недостаточностью, нахожу у него тяжелое обструктивное апноэ, заранее жду, что будет комплексное, получая в очень большом числе случаи. Далее. По всей видимости, существуют разные фенотипы, то есть разные патогенетические механизмы формирования комплексного апноэ сна. Например, при сердечной недостаточности, при гиповентиляции, ожирении и так далее. Мы не знаем, наносит ли комплексное апноэ сна вред здоровью, в каком случае и как этот вред реализуется. Соответственно, при бессимптомном течении комплексного апноэ сна необходимость его обязательной коррекции представляется мне сомнительной. Активной терапии требуют только пациенты с комплексным апноэ сна, когда это симптоматичная ситуация. Положим, мы даем пациенту СИПАП, пациент рассказывает, что он на фоне СИПАП терапии регулярно просыпается ночью с чувством нехватки воздуха. Действительно, если это длительное апноэ, если развелась тяжелая гипоксимия, тяжелая десатурация, пациент может подбуживаться с неприятными ощущениями. Да, в этом случае терапию, по всей видимости, надо менять. Самым эффективным и комфортным, но отнюдь не самым безопасным и самым затратным по деньгам способом лечения комплексного апноэ сна является адаптивная серовентиляция. Могу вам сказать честно, за все годы у меня было два пациента, которые реально остановились на использовании адаптивного серовентилятора. Причина проста до невозможности. Если за рубежом подобные вещи покрываются страховыми компаниями, наши пациенты покупают это все сами. Если хороший СИПАП – это плюс-минус под 100 тысяч, если хороший БИПАП с таймированным режимом СТ – это под 200 тысяч, то серовентилятор – это уже под 300 тысяч и более. Значит, соответственно, если СИПАП может купить под 100, это не значит, что они все стоят столько. Есть гораздо более дешевые модели. И если на сегодняшний день, по крайней мере, в крупных промышленных городах простенький СИПАП может себе позволить практически любой желающий пациент, если БИПАП – это сумма весьма ощутимая, но в общем не запредельно космическая для очень многих наших пациентов, то позволить себе потратить 300 тысяч на лечебное оборудование – это уже тот контингент, с которым я практически не сталкиваюсь. Поэтому в большинстве случаев это пациенты на БИПАП-терапии, по крайней мере, в моей практике. И это прекрасно помогает, и пациенты это хорошо переносят, и в этом случае действительно останавливаешься на БИПАПе, но еще раз, с таймированной функцией. И последнее, что хочу сказать, еще раз подчеркиваю, нет научно обоснованных и стандартизированных принципов терапии этого состояния, поэтому для их выработки мы нуждаемся в дополнительных исследованиях, в дополнительном наборе опыта, и на сегодняшний день конкретные решения по поводу конкретных пациентов в значительной степени ложатся на плечи и ответственность лечащего доктора. Ну, опять же, такой немножко путанно подробный алгоритм, на котором не буду совсем останавливаться в деталях, основная идея – если мы получаем комплексное опноя сна, не надо сразу кидаться что-то делать, подождите один, может быть, два месяца. В чем сложность? Сложность в том, что если мы, опять, пациент должен что-то купить, но на сегодняшний день многие компании, которые официально завозят в Россию лечебное оборудование, имеют определенный набор приборов для аренды, чтобы пациент мог определиться с тем, какой прибор он впоследствии хочет себе купить. Поэтому, если у нас нет своих собственных ресурсов, а мы все-таки хотим сделать какую-то паузу и определиться с тем, что мы хотим рекомендовать нашему пациенту, то зачастую это на сегодняшний день может решаться через аренду медицинского оборудования. Если эффекта от продолжающейся СИПАП-терапии нет, мы все равно не начинаем суетиться. Нам надо оценить, вот это вот сохраняющееся комплексное апноэ, оно вообще пациенту как-то жить мешает? Если мешает, если мы видим какие-то сердечно-сосудистые последствия и так далее, и так далее, да, надо рассмотреть вариант другой терапии. Если нет, пусть продолжает дальше лечиться СИПАП. Ну а чем лечиться, если отбросить в чисто финансовую составляющую, то в значительной мере это определяется тем, есть у пациента сердечная недостаточность или нет. Если есть, то ему нельзя давать серовентилятор. Если нет, то весь комплекс лечебных мероприятий, которые потенциально применимы для людей с центральным апноэ сна. Хроническая гиповентиляция ассоциированная со сном. Чаще всего это упоминается в связи с синдромом ожирения гиповентиляции или пиквикским синдромом. Но второй термин я не люблю, потому что идет постоянная путаница. Потому что описанный Чарльзом Диккенсом полный молодой человек Джо, судя по описанию Диккенса, был толст, храпуч и сонлив. То есть страдал абструктивным апноэ сна, а никакой не гиповентиляции, а ожирения. Но факт остается фактом. Так вот оно исторически получилось, что этот термин закрепился как синоним именно синдрома гиповентиляции и ожирения. Итак, гиповентиляция и ожирение – это дыхательная недостаточность, классическая гиповентиляционная, гиперкапническая. У пациентов с выраженными формами ожирения отсутствует другой патологии, которая может объяснять нарушение газообмена. Присутствует как днем, так и ночью, но ночью значительно усугубляется. В частности, в силу того, что у таких пациентов, у 90% присутствует абструктивная апноэ сна. Второй вариант существует, это не больные с гиповентиляцией и ожирением, хотя большинство из них довольно крупные. Существует довольно много больных, у которых на фоне начатой СИПАП-терапии мы видим полное устранение апноэ и гипопноэ, но при этом насыщение крови кислородом остается на недопустимо низком уровне. Вот что делать с этими двумя ситуациями. Итак, механизмы гиповентиляции при выраженном ожирении. Механизм не один, их несколько. Во-первых, это то, что жировой каркас не дает нормально вентилироваться легким. Собственно, поэтому гиповентиляция. Естественно, когда человек ложится, его живот начинает давить на диафрагму, и эта гиповентиляция возрастает. И вы наверняка видели пациентов полных, которые говорят, доктор, я на спине не сплю, я не могу, я на боку сплю. Естественно, потому что гравитацию не обманешь, если он ложится на спину, этот живот его придушивает так, что он так лежит. Не то, что спать, он просто так лежит, не в состоянии даже в бодрствовании. Кроме того, во время сна подавляется сознательная регуляция дыхания, и поэтому гиповентиляция может возрастать, плюс обструкция верхних дыхательных путей, которые эту гиповентиляцию еще больше усугубляют. Откуда берется гиповентиляция у больных без хронической дыхательной недостаточности на СИПАП-терапии? Это исходная дисфункция рецепторного аппарата дыхания, которая развилась на фоне обструктивного апноэ. Это хроническое утомление дыхательной мускулатуры, а поверьте мне на слово, вот эта работа дыхательных мышц по преодолению обструкции, это весьма большая мышечная нагрузка. Не зря же эти пациенты рассказывают, что просыпаются в поту ночью и потеет в основном верхняя часть тела, потому как очень большая мышечная работа. Это так называемый рикошет РЭМ-сна. Неврологи, наверное, знают, что это такое, если не только неврологи. Если при обструктивном апноэ сна РЭМ-сон присутствует в аномально малом количестве, то как компенсаторный эффект при восстановлении нормального дыхания его становится слишком много. А для РЭМ-сна его еще иногда называют физиологический паралич. При РЭМ-сне значительная часть мускулатуры отключается, в том числе дыхательной. И человек дышит только за счет диафрагмы. А этой самой диафрагмы может немножечко не хватить, чтобы продышать такого пациента. Потому что, напоминаю, СИПАП раскрывает дыхательные пути, но минимально влияет на вентиляцию легких в целом. И сохраняющийся первое время отек слизистых, храп – это биение стенок глотки, биение стенок глотки – это хроническая травма, и отек слизистый, который может быть весьма выражен и в значительной мере закупаривать глотку пациента. Несколько дней СИПАП-терапии, последствия травмы уходят, отек уходит, просвет глотки увеличивается, вентиляция улучшается. Соответственно, вы видите, что все перечисленные факторы, они модифицируемы и обратимы на фоне лечения. Значит, этот слайд иллюстрирует, что у здорового человека дыхание… Вы поймете на следующем слайде, зачем я вам сейчас это показываю. Просто напоминаю основу физиологии. У здорового человека дыхание, его регуляция ориентирована на содержание углекислого газа. Много углекислого газа дышим чаще и глубже, мало углекислого газа дышим меньше и более поверхностно. Гипоксия и гипоксимия стимулируют дыхание только при весьма значительном снижении парциального кислорода в крови. Что же происходит у пациентов с гиповентиляцией? У этих пациентов парциальное давление кислорода очень высоко. В итоге… На слайде по-умно-научному, а по-простому, если этой углекислоты постоянно очень много, она перестает стимулировать дыхательный центр. И дыхательный центр переключается на реакцию на кислород. То есть у больных с хронической гиповентиляцией регуляция дыхания в большей степени зависит от парциального насыщения крови кислорода. Что абсолютно неверно, но регулярно делают наши доктора. К ним поступает больной с неким гиповентиляционным синдромом. Это может быть гиповентиляция ожирения, а может быть любой другой гиповентиляционный синдром. На него надевается пульсоксиметр. Сейчас это просто доступно для всех. Видим, что сатурация у этого пациента 82% и даем кислород. А про углекислый газ не думаем. В итоге мы насыщаем кровь кислородом. Отдыхательный центр решает, кислород достаточно, что я работу буду. В итоге происходит еще большее угнетение дыхания. Сатурация повышается, а дыхание угнетается. Плюс еще устраняется гипоксическая ваза констрикции и начинается шунтирование крови через плохо вентилируемые участки легких. В итоге больной успевает вам сказать спасибо, доктор, вы волшебник, и впадает в гиперкапническую кому. Что я, к сожалению, несколько раз видел. Соответственно, назначение таким больным кислорода, как терапии первой линии, клинически и патогенетически абсолютно неверно. Что же нужно делать? Этих больных надо вентилировать. Александр Ильич, да? Мое время уже немножко перейти. Законно. А, можно? Ну, в принципе, я уже близок. Вот. Мы начинаем их вентилировать. Тем самым аппаратом БИПАП. И как мы это делаем? Итак, есть некое давление СИПАП, которое раскроет этим пациентам верхние дыхательные пути. Как я уже говорил, давление выдоха может быть немножко меньше вот этого вот СИПАПа на 2-3, иногда 4 сантиметра водного столба. Поэтому мы устанавливаем давление выдоха на уровне СИПАП или немного ниже. А потом начинаем, изначальную разницу ставим порядка 4 сантиметра водного столба и начинаем потихоньку разносить давление вдоха и давление выдоха. И смотрим по сатурации, потому что мониторировать СО2 гораздо сложнее, по сатурации смотрим, что у нас получается. И вот такими небольшими шажками по 1-2 милибара мы повышаем ИПАП до эффективного. А эффективная – это сатурация более 90%. Так как мы уже с вами говорили, что резкое падение парциального давления углекислого газа иногда может провоцировать центральное апноэ, ну а в данном случае сложно сказать, а может быть это тот же эффект, как при кислороде, когда мы резко повышаем такого гиповентиляционного пациента парциальное давление кислорода в крови. У таких пациентов на обычном БИПАПе со спонтанным дыханием нередко начинаются центральные апноэ. Причем независимо, было ли перед этим у больного обструктивное апноэ сна, или это гиповентиляция чистой воды. Именно для этого существует таймированная функция. По моему опту минимальную частоту дыхательных движений надо ставить 12, и обычно, в общем-то, вполне достаточным оказывается диапазон 12-14 дыхательных движений в минуту, для того, чтобы контролировать дыхание такого пациента во время сна. В данном случае немножко уже действительно перебираюсь со временем, поэтому ускоряюсь. Тем не менее, существует... В свое время мы подметили, что даже СИПАП-терапия, не БИПАП, а СИПАП-терапия, участие пациентов приводит к улучшению газообмена в состоянии бодрствования. То есть существует некоторое количество пациентов с гиповентиляцией, патогенетически завязанной на наличии апноэ сна. И, соответственно, это послужило основанием для проведения нескольких наших небольших исследований, суть которых была в сравнении с СИПАП и БИПАП-терапией при гиповентиляции, при гиповентиляционных синдромах. И если брать больных с не очень тяжелой гипоксимией, с не очень большим ожирением, и с тяжелым апноэ, и давать им СИПАП и БИПАП, то, опять же, не надо сразу же начинать нервничать. У подавляющего большинства апноэков без хронической дыхательной недостаточности СИПАП-терапия через неделю даст тот же самый результат по ночному газообмену, что и БИПАП. Собственно говоря, с момента появления СИПАПов с функцией сброса давления на выдохе, а это, как вы понимаете, такой как бы БИПАП-лайт, у меня пациенты с апноэ сна, не с хронической гиповентиляцией, а с апноэ сна, БИПАПом почти не лечатся. Просто вот я упоминал, что для таких пациентов предпочтительен СИПАП, а не авто СИПАП. Вот такому пациенту, у которого во время пациент с выраженным ожирением, с тяжелым апноэ, вот даем такому пациенту СИПАП с функцией сброса давления на выдохе, и в большинстве случаев этого оказывается достаточно. Авто СИПАП с таким пациентом потенциально можно не справить, может не справиться, хотя имеете право попробовать. А вот при синдроме гиповентиляции и ожирения ситуация другая. Там теоретически можно ожидать ответ на СИПАП терапию у части пациента, но это будут пациенты, мало отличавшиеся от тех, которые были на первом слайде. Вот чуть-чуть только газы днем сдвинулись, а он тяжеленный апноэ. Вот там можно ожидать какого-то эффекта от СИПАП терапии. Если это истинный синдром гиповентиляции и ожирения, с тяжелой дыхательной, вот эти классические пиквики, с тяжелой дыхательной недостаточностью, с хроническим легочным сердцем, там все-таки БИПАП. Там СИПАП терапия в большинстве случаев недостаточно эффективна касательно ночного апноэ, а касательно гиповентиляции в целом. И более того, существуют отдельные пациенты, чаще всего это морбидное ожирение, у которых даже БИПАП не оказывается полноценной терапией, и ему приходится давать связь с концентратором кислорода. Хотя таких больных на практике реально немного. Таким образом, гиповентиляция, ассоциированная со сном, если она сохраняется на фоне СИПАП терапии, то надо продолжить лечение СИПАП, в большинстве случаев спустя неделю все нормализует. При наличии хронической СИПАП, хронической дыхательной недостаточности, чисто теоретически СИПАП можно попробовать, но будьте готовы к тому, что это лечение окажется недостаточно эффективным. Им потребуется БИПАП с функцией спонтанного и таймированного дыхания в отдельных тяжелых случаях в связке с концентратором кислорода. И если вы все-таки экспериментируете у таких пациентов с СИПАПом, то потенциально более надежным и эффективным не нельзя, а потенциально более надежным и эффективным вероятно окажется обычный неавтоматический СИПАП с активированной функцией снижения давления на выдохе. Ну и соответственно, опять же, люблю алгоритмы, вот то, что я вам говорил, алгоритм подбора терапии пациентам с гиповентиляционными синдромами. Если это гиповентиляция без хронической дыхательной недостаточности и с тяжелым апноэ, то это кандидаты на СИПАП терапию. Теоретически можно ожидать эффект от СИПАПа и у пациентов с дыхательной недостаточностью и тяжелым апноэ сна, но скорее всего, это все-таки будут кандидаты на БИПАП терапию в отдельных, сравнительно редких случаях в сочетании с малопоточным кислородом. Значит, все запомнить и сразу осмыслить, особенно если вы не являетесь, не обладаете опытом в респираторной медицине сна, затруднительно. Вот практически все, что я рассказал, вот на это наш сайт, который в основном рассчитан на пациентов, но вот в вертикальной колонке последняя иконка в помощь врачу, там собраны наши актуальные публикации преимущественно такого как бы методического характера. Это не высокая наука, а это что, чего, как, либо описание конкретных случаев, кого и как мы лечили. Соответственно, это то, что было опубликовано в разнообразных журналах, это мы поместили в свободный доступ. Ну и соответственно, благодарю вас за внимание, на этом слайде контактная информация, пожалуйста, мы открыты для взаимодействия сотрудничества, пациентов присылать не предлагаю, у вас есть свои специалисты, но если кто-то захочет с нами пообщаться, добро пожаловать. Благодарю за внимание. Спасибо огромное, Александр . Спасибо. 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 Не встречал. Вы знаете, тут единственный момент есть. Вот там в схеме патогенеза, которую я приводил, я про это не упомянул, но одна из концепций, что один из провокаторов комплексного апноэ-сна – это перерастяжение легких и гиперстимуляция рецепторов растяжения. Один из вариантов комплексного апноэ-сна – это ситуация, когда мы перетитровали давление. То есть иногда бывает, особенно с тех времен, когда я работал больше с неавтоматическими приборами, начинаешь подбирать давление, уходит абструктивное апноэ, ну, краем уха уловил, что он там немножко где-то что-то всхрапнул, решил сделать совсем все хорошо, добавил пару-тройку сантиметров водного столба и получил центральное апноэ. Убрал, все вернулось на норму. Еще, вот я вам говорил, просто формат времени не позволил. Вот к вопросу о улучшении легочной вентиляции. Вот бывают, у меня были прецеденты, когда просто отключил, хотя это не истинный бипап, но все-таки это разница между вдохом и выдохом. Вот у меня были пациенты, и я, кстати, потом залез на несколько англоязычных форумов, там тоже говорится, приводились подобные примеры. Вот у некоторых пациентов достаточно вот эту вот комфортную опцию отключить, снижение давления на выдохе, и это уберет им комплексный апноэ. В итоге у меня есть несколько пациентов, которым трудно засыпать на стабильном сипапе, но ночью это у них провоцирует комплексное апноэ, если включать эту функцию. У них я это ставлю только на рампу. Вот 30 минут у него сброс давления на выдохе, он засыпает, дальше идет обычный сипап без сброса давления. То есть теоретически могут быть разные варианты, но если вы подобрали пациенту какое-то лечение, и ни пациент, ни кто-то еще шаловливыми ручками в настройки залезать не будет, то вероятность того, что это возрастет в процессе лечения, с моей точки зрения, критически стремится к ноле. Могу только высказать свое мнение, потому что что мы, я уже сказал, что рекомендаций нет, поэтому что мы должны в этом делать, в случае, я могу только предполагать. С индексом 15, как мы уже договорились, мы на это благополучно не обращаем внимания. Я для себя выработал такой алгоритм. Опять же, это, конечно, спекуляция, но по аналогии с тяжестью обструктивного апноэ, вот если индекс апноэ-гипапноэ при комплексных событиях больше 30, и это сопровождается снижением сатурации ниже 90%, и эта ситуация на глазах не улучшается, вот тогда я предлагаю пациенту рассмотреть вопрос о переходе на другую терапию, даже если он при этом говорит, что чувствует себя хорошо. То же самое и если этот индекс и меньше 30, но все равно присутствует значимая десатурация. Но реально это бывает сравнительно редко. Единичные случаи я помню, когда комплексная апноэ с индексом более 30. обычно это 15, 20, ну 25 может быть. И опять же, так как это центральная, а не обструктивная апноэ, там большой гипоксимии обычно нет. Положим, когда человек дышит нормально, у него сатурация 95, а на фоне комплексного апноэ она снижается, например, до 93-92. Ну и ради бога. Да. 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 Нет, вы знаете, что из холтера это вы не уберете, потому что это способ дополнительно продать товар. И есть определенные работы, которые показывают, что существуют алгоритмы определения апноэ сна на основании холтеровского мониторирования. Ну, должен вам сказать, что еще до всех этих алгоритмов, так как при тяжелом апноэ сна во время ночного сна возникают тахибрадикардии иногда с паузами, всех этих алгоритмов просматривания под определенным углом зрения результатов холтеровского мониторирования у тяжелых апноэков, иногда я вам напоминаю про вот этого древнего старичка Мезам, который на основании частоты сердечных сокращений предполагал наличие апноэ сна. Поэтому, конечно же, чисто теоретически холтеровское мониторирование позволяет как простейший грубый скрининг выделять этих пациентов. Другое дело, что алгоритмы, на основании которых это все высчитывается, они запатентованы и подробно не описываются. Я пытался говорить с инженерами и программистами, которые делают подхолтеровские мониторы вот именно эти программы, ну скажем так, в том числе и эти программы для выявления апноэ. То ли они очень умные, а я слишком глупый, то ли они сознательно это скрывают, внятно добиться подробного, идут красивые слова про какую-то дисперсность, частотность, еще что-то такое. Поэтому толком понять, на основании чего же этот холтер решает, что у пациента есть апноэ, достаточно сложно. Более того, разные фирмы используют свои собственные авторские алгоритмы. Поэтому сказать, что вот аппараты этой фирмы более-менее выявляют точно, значит остальные тоже, это как с автосипапами. Это не значит, что если один автосипап подходит пациенту, это не значит, что другой тоже гарантированно подойдет. На сегодняшний день, вы знаете, вы несколько предвосхитили даже мои планы. Вот мы сейчас начинаем одно исследование, которое в числе прочего предполагает валидизацию вот такого вот алгоритма, который включен в программное обеспечение холтеровских мониторов, ну одного из ведущих мировых производителей, так скажем. То, что мы до этого смотрели и сравнивали как бы в качестве некого пилотного исследования, значит отмахиваться от этого не надо. По принципу да, нет, вроде как работает, но в смысле индекса апноэгипопноэ врет безбожно. Вот, поэтому, а так как среди сердечно-сосудистых больных в принципе апноэков очень много, то честно говоря, этот пилотный проект меня вот пока что не убедил. Это вот просто случайное стечение обстоятельств, и это попались больные, которые просто по теории вероятности, кардиологически больной, которому потребовался холтеровский монитор, просто по теории вероятности может иметь апноэ сна достаточно с высоким риском. Вот, поэтому мы решили сделать несколько более большую работу, она будет посвящена в первую очередь вопросам оритмогенеза при апноэ, но и заодно мы проверим более подробно вот и подобную опцию, и если мы с вами через год увидимся, то возможно я смогу на эту тему ответить уже используя собственную доказательную базу. Пока что моя рекомендация такая, это не метод диагностики, это не метод оценки тяжести апноэ, но это некий возможный скрининговый метод, от которого не надо отмахиваться, и по принципу да-нет, возможно это работает. Но опять же, мои попытки разговора с теми же самыми инженерами, ребята, оно врет безбожно, давайте вы не будете делать так, чтобы оно вот писало индекс апноэ, гиппопноэ. Даже вот, пожалуйста, пульсоксиметрия, которая гораздо точнее, никто же не пишет про индекс апноэ, гиппопноэ, пишут про индекс десатурации. Ну напишите честно, там такой-то риск, высокий риск апноэ, средний риск апноэ, низкий риск апноэ. Будет честно. Нет, вот он будет писать индекс апноэ, гиппопноэ. Ребята, по нашим данным врет, а по нашим нет. Вот разговор слепо-взглухий. Вот так, чтобы так. Я позволю тоже прокомментировать. Дело в том, что, ну, поскольку у вас на Северо-Западе ведущими продавцами является компания кардиотехника, НКР, да, то, как правило, мониторы четырехтысячные, они всегда сопровождаются и назальными конюлями, и пульсоксиметрами. Другое дело, что они не всегда используют, и тогда речь идет о реопневмограмме. И здесь алгоритм такой, вот электроды, которые ставятся на переднюю грудную клетку во время ночного сна, вот это расстояние, которое меняется, соответственно, да, они и оценивают установку дыхания именно так. Ну, так это или не так. Вот наша, какая-то экспертная оценка по четырехкомпонентному монитору, когда туда включен был монитор давления, монитор ЭКГ, пульсоксиметр, ну, в общем, все-все-все-все, показывает, что, в принципе, если говорить о легкой, средней и тяжелой, да, он работает. И, в принципе, наверное, может быть действительно для какого-то скрининга это действительно достаточно. Ну, как бы в дополнение к вашему дополнению, значит, при всем моем уважении к компании Инкар, которая действительно выпускает достаточно хорошее прогрессивное оборудование, мы сейчас говорим не о никаких, вот, как иногда говорят, спиро-холтер, да, когда действительно это холтеровский монитор с конюлями, с пульсоксиметрией и так далее. Это первое, да. Вот. И в этих холтеровских мониторах там не рио-пневмотохограмма, неизменения сопротивления между двумя электродами в процессе движения грудной клетки, там как-то это все вот высчитывается, исходя из вариабельности сердечного ритма и так далее. Вот как-то вот так вот это все делается. А вот это первое. И второе. Никоим образом, не будучи, ну, скажем так, человеком с техническим образованием, могу сказать одно. В 90-е годы скрининговые мониторы, которые дыхательные движения определяли от электрокардиографических электродов, именно пневмотохограмм, рио, вот видите, настолько не техничен, что вот даже этот термин с трудом произношу. Ну, в общем, последний раз я видел прибор с зарубежной компанией с использованием подобной методики регистрации дыхательных движений где-то на рубеже двухтысячных. После этого достоверность, чувствительность этого метода была признана недостаточной и от этого отказались. Потому что для реанимационных мониторов, где мы в первую, традиционных реанимационных мониторов, где под апноэ понималось именно центральное апноэ, когда вот дыхательные усилия были, движения, и электроды ходили в разные стороны с достаточно большой амплитудой, а потом эти электроды ходить перестали. И получается у нас прямая линия, это апноэ и это соответствующий сигнал. А вот когда это обструктивное апноэ, ведь амплитуда дыхательных движений при замкнутом внутригрудном пространстве она минимальна, она есть, но амплитуда маленькая. И поэтому насколько в этой ситуации это корректный способ регистрации, это вызывает много вопросов. Хотя если, но это лучше, чем ничего. Поэтому еще раз говорю, это лучше, чем ничего. Поэтому при всей моей вот этой критике к инкаровскому оборудованию я отношусь очень позитивно к поддержам отечественного производителя. спасибо большое. Еще есть вопросы? Нет, если есть... Вы знаете, вот тут как... Значит, может быть, почему? Просто если есть обструктивные апноэ и гиппопноэ, то могут быть и центральные апноэ и гиппопноэ. Просто их диагностировать гораздо сложнее. вот диагностика центрального гиппопноэ это самая большая проблема, особенно при условии отсутствия полисомнографии. Значит, ну, условно говоря, если батарейка разрядилась полностью, да, то зайчик не бегает игрушечный. А если батарейка начала садиться, то зайчик шевелится, но медленно. Вот приблизительно то же самое, да. Если дыхательное усилие уменьшилось за счет центральных механизмов, то тогда это центральная гиппопноэ. При полисомнографии это определяется достаточно легко. Уменьшение амплитуды дыхательных усилий, сопровождающаяся определенной десатурацией, и эраузал либо не возникает, либо возникает на пике гипервентиляции компенсаторной. Ведь опять же иногда делают ошибку, что центра обструктивной апноэ это всегда эраузал, и это один как бы из патагмоничных признаков, а центральная апноэ это отсутствие эраузала. Не совсем так. При том же самом чейнстоксе эраузалы и нарушения сна могут быть, но если при обструктивном апноэ эраузал это механизм, который позволяет это апноэ прервать, то при дыхании чейна стокса это последствия вот этого гипервентиляционного компонента. И поэтому человек начал дышать, и мы видим этот эраузал отсрочен на пике гипервентиляции. Значит, если мы видим уменьшение дыхательного объема с десатурацией и отсутствием эраузала либо эраузал на фоне компенсаторной гипервентиляции это центральная гипопноя. Но я уже не говорю про то, что там существуют разнообразные варианты а-ля изофагиальный зон для оценки дыхательного усилия миограмма межреберных мышц для определения степени дыхательного усилия то есть уменьшилось не уменьшилось это в общем мало где на практике применяется в России вообще нигде. Вот такие простейшие вещи вот я вам сказал. Фармакологически из того, что упоминается как методы лечения центрального апноэ упоминаются теофилины и упоминаются диакарпы. В принципе и то, и то вполне промомочено при центральном апноэ любого генеза. Мы эту ситуацию рассматриваем таким образом, что вот опять в данном случае, скажем так, мое личное мнение практикующего в этой области специалиста. Я назначаю диакарп пациентам с центральным и комплексным апноэ сна при наличии сердечной недостаточности, так как им в принципе по их основному заболеванию положена диуретическая терапия, а включение диакарпа в эту комплексную диуретическую терапию в ряде случаев позволяет и лучше контролировать сердечную недостаточность как таковую, даже вне связи с апноэ, то на мой взгляд диакарп это препарат выбора у пациентов с центральными нарушениями дыхания на фоне сердечной недостаточности. Во всех остальных случаях пробуйте, это не навредит однозначно, но опять же те работы, которые я встречал или зачастую описание случаев, положим, нашли у пациента комплексное апноэ, дали ему диакарп, через месяц сделали контроль, обнаружили, что комплексного апноэ нет. Сделали вывод, что диакарп полезен при комплексном апноэ. Но мы же с вами обсудили уже, что комплексное апноэ просто на СИПАПе может пройти. Оно само прошло или от диакарпа? Меня это не убеждает. Поэтому если у меня возникает ощущение, что мне все-таки это комплексное апноэ хочется полечить как то, а у больного сердечная недостаточность, в таком случае диакарп вполне неплох и в общем по моим ощущениям дает определенный эффект. Но ощущение это, как вы понимаете, не самая твердая доказательная база. Спасибо большое. Да, Наталья. Спасибо большое. Я вам дали в ближайший сентиментальный доклад. Мне бы хотелось, если можно, задать вопрос и прокомментировать по поводу центральных одной. Я из педиатрии сюда пришла, поэтому в педиатрии стало большим информацией как врожденный центральный дезинфляционный синдром и вот с увеличением осведомленности количество диагностированных случаев как бы вот в интеракте детей. А литература нам говорит о том, что определенное количество пациентов с этим синдромом имеет такое легкое течение с поздним началом так называемым, которое триггируется с антибиот сниманием и искусственной вентиляцией наркотом, когда вот после этого состояния воздействия триггера и вентиляции центральной вентиляции. Мне вот хочется узнать у нас в России есть ли такие пациенты выявлены и проводятся ли диагностики генетические потому что это действительно специфичность в принципе стопроцентная этого синдрома и литература говорит о том, что если вы имеете у взрослого сталкивать с центральным одно и центральной вентиляцией первой это генетические остальные сети. Ну у нас вообще детской сомнологией практически никто, к сожалению, не занимается. Я боюсь, что не смогу квалифицированно ответить на ваш вопрос, потому что я доктор взрослый и про вот эти педиатрические состояния я исключительно слышал и что-то читал. Но в России это какие-то единичные эксклюзивные случаи и если ребеночек начинает уже совсем от этого помирать, а ему повезло и он начинает помирать на глазах у более-менее грамотного доктора, то это обычно заканчивается без всякого генетического тестирования заканчивается уже инвазивной вентиляцией, потому что опять же эти вещи усугубляются обычно во сне, а неинвазивная вентиляция у ребенка это практически нереально, потому что это должно быть осознанное сотрудничество пациента. Обычно таким детишкам делают трахеустому, ставят около кроватки респиратор, настраивают его на тысячу эламов, потому что опять же ребенок это может все выдрать в любой момент. Слышал про лечение подобных вещей диафрагмальным пейсмейкингом, но в России этим вообще никто не занимается, этим за рубежом занимаются единичные европейские и североамериканские центры. в Москве уже три поставили но ставили же не в Москве приезжали ставили нет, но я имею ввиду, что это специалисты не наши но мы на самом деле таких трех пациентов в Петербурге наблюдаем и они у нас два из них находятся на ненвазивной вентиляции действительно такая спорный момент при легкой форме я как раз хотела спросить по поводу взрослых пациентов есть ли в России такие пока наши к вам придут пройдет значит вы знаете идиопатическая гиповентиляция взрослых это вообще-то ну очень редкая вещь может быть потому еще раз я не готов судить о детской популяции очень может быть что к сожалению во взрослой жизни идиопатическая гиповентиляция встречается крайне редко потому что детишки просто не доживают до взрослого возраста вот я практически я практически не видел взрослых пациентов с идиопатическим гиповентиляционным синдромом знаете дай бог если у нас начнут лечить симптоматическую гиповентиляцию связанную с нормально лечить связанную с разнообразными миопатическими остеническими состояниями ожирением кифсколиозом и так далее может таких-то больных навалом их никто не лечит а у нас есть очень большой опыт что мы таких пациентов фактически ну помиражками к нам поступающих мы их реабилитируем до полного возвращения к нормальной активной в том числе и социальной трудовой деятельности вот так что вот половинчатый такой ответ про вот про детей вот всегда говорю честно я не педиатр не не люблю не люблю заниматься демагогией рассуждать на тему о том в чем я не очень разбираюсь про детей мы знаем я как раз про взрослых и просто ну это чисто комментарий что наверное центральная гиповентиляция по данным буквально последних лет литературы надо все-таки генетически типировать это недорого а теперь вопрос опять к нашим если возвращаться обструктивным делам вот группа пациентов с синдромом обструктивной одной средней тяжести я понимаю так что взрослая классификация вернее алгоритм лечения построен на сердечно-сосудистых рисках а если мы будем говорить о других рисках насколько они учитываются неврологические психические это риски профессиональной дневной работы я не надо нет нет я хочу чтобы все меня правильно поняли да я видимо недостаточно четко сформулировал избави бог я не сказал что не надо лечить средне тяжелых апноек я сказал что в категорическом безальтернативном и безапелляционном без дискуссии лечении нуждаются больные с тяжелой формой обструктивного апноэ сна и это лечение СИПАП у пациентов со средне тяжелым апноэ сна и даже у некоторых пациентов с легким апноэ сна принимается решение о терапии но это именно принимается решение нашли индекс больше 30 дальше думать не надо надо дать СИПАП а дальше ведь мы говорим вам нужен СИПАП пациент говорит я не хочу с этой гадостью спать а я не буду с этой гадостью спать или он пытается а не может с этой машинкой спать естественно надо учитывать все я же сказал что решение о лечении средне тяжелых форм апноэ ну хорошо средне тяжелых и легких может приниматься индивидуально на основании не только сердечно-сосудистых рисков если это пилот самолета и у него при этом средне тяжелом апноэ сонливость а извините пожалуйста 20 раузелов в час можно быть очень сонливым тогда конечно же нужен СИПАП ну либо ротовое нужно какое-то лечение не на 100% в этом случае это обязателен СИПАП но какое-то лечение должно быть пациент нон-диппер у него вроде относительно не тяжелая апноэ но он гипертоник и у него отсутствует ночное снижение артериального давления большинство нон-дипперов в таком случае это взаимосвязь с апноэ сна конечно надо лечить там пациент говорит что ему там трудно справляться с работой у него нарушение внимания или в каких-то тестах мы выявили у него это нарушение внимания если это какая-то профессиональная профессиональное тестирование нужно лечить но есть определенная категория пациентов со средне тяжелым апноэ сна у которой пришли только потому что их пригнала жена которую достал их храп единственное что они хотят чтобы жена от них отстала и все вот а ну это это тоже повод и я им всегда говорю вы знаете что как бы жену любите да хотите чтобы не развелась да ну тогда давайте вот будем этим заниматься реально есть есть причем как бы эти были сведения по статистике разводов связанных с храпом одного из супругов вполне себе убедительные цифры в итоге получились впечатляющие вот ну не самая основная причина разводов конечно но весомая вот поэтому если какие-то медицинские или социальные факторы не играют какой-то принципиальной роли пациент говорит что я прекрасно себя чувствую мы его обследовали и убедились что он нам не соврал и он действительно нормально себя чувствует то заставлять его в обязательном порядке спать в маске вот сейчас дискуссия идет о чем что согласно стандартам Американской Академии Медицины СНА СИПАП положен от 15 эпизодов то есть средне-тяжелые и тяжелые сейчас никто не обсуждает необходимость лечения тяжелого обсуждаются нюансы и подходы к лечению средне-тяжелых пациентов что возможно не на уровне стандарта а возможно что некоторая бессимптомная часть из них не нуждается в обязательном лечении вот такая формулировка гораздо более аккуратно и осторожно еще лечить вы знаете когда меня спрашивают значит СИПАП опять же это написано на уровне стандартов что побочные эффекты СИПАП терапии минимальные не опасные и в большинстве случаев обратимые когда меня спрашивают доктор а со мной может случиться что-нибудь плохое от СИПАПа я говорю только одно может если вы уроните себе его на ногу у меня значит бронхоабструктивная патология вообще не является ни по противопоказаниям наоборот это дополнительное показание есть такое понятие синдром перекреста когда это овелап синдром ну ведь овелап термин используются очень много где но в частности он используется для сочетания апноэ хобб вот таких больных более тяжелые дыхательные недостаточности быстрее развивается хроническое легочное сердце поэтому наличие у больного хронической легочной патологии это скорее дополнительное показание к началу СИПАП-терапии чем противопоказания конечно же чисто теоретически если у больного огромные если честно так как большинство больных тяжелых бронхолегочных с всеми самыми булами и тяжеленной хоббл они скорее экохиксичны я таких вот чтобы это все сочеталось еще из тяжелой формы обструктивного апноэ сна ну я сейчас вот пытаюсь вспомнить за последние годы хоть одного я такого видел или нет вот чтобы где-то были толстые при этом с гигантскими буллами с жутчайшей эмфиземой они толстые они же скорее бронхитический тип чем эмфизематозный вот но я не встречал но если теоретически допустить эту всю ситуацию да знаете действительно бывает я понимаю почему вы спрашиваете потому что вот в реанимационной практике действительно существует такое понятие как баротравма на фоне искусственной вентиляции легких но там используются совершенно другие величины давления там не чаще используется не бипап контроль по давлению а волюм вентилятора с контролем по объему то есть прибор дает не давление а объем и он должен всунуть в пациента этот объем воздуха и чтобы всунуть в пациента этот заданный объем воздуха там зачастую цифры давления бывают 30 сантиметров водного столба и больше да при вот таких экстремальных режимах вентиляции повреждения легких иногда встречаются когда мы говорим о лечении наших апноиков то даже при бипап терапии на моей памяти на моей лично самое большое давление вдоха было 21 сантиметр в большинстве случаев в большинстве это положим 15 18 на 9 12 вот как-то так на таких цифрах давления риски какой-то травматизации дыхание системы дыхания ну критически малые поэтому да может быть давайте так произнесем такую вот классическую медицинскую отмазку с несколько большей осторожности но не встречал и не слышал ни разу о том чтобы бипап терапия у таких пациентов вызвала бы пневмоторгс спасибо большое коллеги может быть мы в индивидуальном порядке тогда вопросов лекторов потому что мы уже надежда тянула руку давайте последние вопросы если есть синдром апно и сочетание с нарушением засыпания возможно ли применение доксиламина эпизодически доксиламина это у нас кто это снотворное нет я помню что это снотворное производное гистамины в их блокаторах первого типа а все понял значит вы знаете что тут ситуация такова вот я вам сейчас скажу не то что в инструкциях написано скажу мое мнение потому что у нас довольно грустная ситуация потому что вот в подавляющем большинстве современных снотворных препаратов написано что апноэ сна причем зачастую без объяснения какое апноэ сна является противопоказанием для их приема вот например в моем любимом имоване написано что апноэ является противопоказанием эта фраза появилась в инструкции где-то лет 10 тому назад а в 90-е годы когда этот препарат только появился в России мы проводили постмаркетинговые исследования проверяя его эффективность и безопасность в том числе и у больных с нарушениями дыхания во время сна и по нашим данным препарат абсолютно безопасен вот но написано а мы с вами живем в правовом поле и поэтому если у нас с вами пациент давайте так мы говорим с вами про пациента с апноэ сна который не лечится сипапом потому что пациент на сипапе он не апноэк он пациент с сипапом и там можете давать все что угодно особенно если это автосипап если же это пациент с апноэ особенно тяжелым и вы правда я смутно представляю пациента с тяжелым апноэ плохой засыпанием они у них скорее плохое просыпание они спят хоть на битом кирпиче хоть в противогазе но формально а вот при этом в фенозепаме не написано что его нельзя применять при апноэ сна хотя таблеточкой чисто гипотетически в реланиуме не написано а внутривенным реланиумом тяжелого апноэка в принципе можно благополучно добить но там не написано такого поэтому из моей практики современные снотворения бывают действительно сочетания относительно тяжелого апноэ с инсомнией причем как с проблемами засыпания так и с проблемой поддержания сна из моего личного опыта который никоим образом не является рекомендацией к вашей врачебной практике современные снотворные препараты в таком случае безопасны но в силу того что там написано что при апноэ давать нельзя если диагноз апноэ задокументирован и подтвержден то я не даю то я не даю что я не даю то я не даю то я не даю